Здравствуйте! Это итоги дня телеканала Уллправда ТВ. С вами Дарья Сударева. Смотрите сегодня в выпуске. Профессия должна быть в сердце. Сергей Морозов вручил награды лучшим специалистам Ульяновской области. На Марсе построили очистные сооружения или как-нибудь погубить экологию в Ульяновской области. Площадь из мраморной плитки и фасады в едином стиле. В Ульяновске благоустроят территорию вокруг Спасского женского монастыря. Бороться на ковре, а не в раздевалке. Ульяновские борцы избрали старого нового рулевого. Православные ульяновцы отметили крещение Господне. Великий праздник символизирует духовное возрождение человека. С этого дня церковь вступает в особый календарный цикл – подготовку к Великому посту. Богослужения прошли во всех храмах региона. В Спасово-Знесенском кафедральном соборе прихожан поздравил губернатор. Я хочу вас поздравить от Советской области с этим замечательным праздником. Пожелать вам счастья, успехов, мира, добра. Ну а пользуясь случаем, владыка, и вас, и вас, уважаемые ульяновцы, поздравляю с днем рождения в нашем регионе. 19 января ульяновцы отмечали еще один праздник. В этот день 77 лет назад была образована Ульяновская область. Достойное вложение в развитие региона. Конечно, добросовестный труд людей, проживающих здесь. Традиционно в этот день почетными наградами отмечают выдающихся деятелей Симбирской земли. В правительстве прошла церемония вручения государственных наград и наград Ульяновской области. А в здании ДК губернаторского чествовали специалистов перинатальных центров, педиатрической службы и служб сопровождения беременных женщин. Всего награды получили 76 человек. Кто эти люди, расскажет Рината Алюлова. За заслуги и преданность делу губернатор Сергей Морозов вручил отличившимся жителям Ульяновского края государственные и региональные награды. Церемонию приурочили к 77 годовщине со дня образования Ульяновской области. Сердечно благодарю всех жителей Ульяновской области за труд, за стремление и умение изменять свою жизнь к лучшему. За доверие, которое вы оказываете и мне личной региональной власти в нашей последневной работе. Уважаемые землети, уважаемые коллеги, а также труд ваших товарищей, безусловно, заслуживает самой высокой оценки со стороны и региональной власти, и всех жителей Ульяновской области. В зале представители разных профессий, действующие специалисты, ветераны отрасли, инженеры, авиаторы, военные, педагоги и журналисты. Все те, кто посвятил любимому делу жизнь. Анна Комиссарова – водитель троллейбуса с 30-летним стажем. Быть руля электротранспорта, как признается женщина, выбор осознанный. Будучи 18-летней девчонкой, по примеру, дядя, она пришла в депо, где трудится по сей день. На любимой работе Анна познакомилась и с будущим супругом. Самая сложная, наверное, графика работы, особенно для молодых. Все праздники, все выходные мы работаем. А радость, какую больше всего приносит профессия? Радость? Ну, наверное, в двух словах это невозможно сказать, объяснить так. Ну, просто, да, когда город просыпается, очень приятно, когда все еще спят, как просыпается природа, все это очень приятно. Галина Знаенко в системе образования 39 лет. Из них 35 трудится в Ульяновском авиационном колледже. Женщина признается, что прошлась по ступенькам карьерной лестницы. От секретаря комсомольской организации до заместителя директора. Прежде всего надо любить эту профессию, любить детей, любить студентов, потому что по-другому здесь нельзя. Да, действительно, это сложная работа, но, тем не менее, когда любишь детей и профессию, находишь общий язык со всеми. И с родителями, и со студентами. Тем более, что многие из родителей были тоже уже моими студентами и теперь привели к нам детей своих. И это очень приятно. Звание заслуженного работника здравоохранения получила Елена Алмакаева. В 1986 году, закончив училище, пошла работать санитаркой в хирургическое отделение Ульяновской областной больницы. В 2005 году получила высшее сестринское образование. Елена признается, что ради блага людей готова трудиться круглые сутки. Поэтому, несмотря на свою руководящую должность, часто работает обычной медсестрой. Это, наверное, призвание быть медицинской сестрой. И просто обычные люди в медицинскую профессию не могут идти. Это должно быть в сердце, любовь к людям, отношение хорошее к людям. Меня моя профессия очень устраивает. Даже санитарки, мне нравится помогать людям. Рядом с Анной Галиной на доске почета теперь будет висеть и фотография 32-летнего инженера-механика Сергея Бакальского. Мужчина трудится на одной из кондитерских фабрик почти 13 лет. На производство пришел грузчиком, а теперь следит за качеством производственной линии. В этот день в Дворце культуры губернаторской чествовали специалистов, чья работа связана с рождением человека и со спасением его жизни. В одном зале под смех и плач малышей собрались акушеры, медицинские сестры, неанатологи, педиатры, бригады скорой помощи, а также родители, которым специалисты помогли выходить их детей. Так, в 2019 году родилось почти 11 тысяч детей, при этом жизни части из них зависели именно от профессионализма медработников. Я с огромным удовольствием вас приветствую в Дворце культуры губернаторской на нашей вот такой вот необычной для других регионов Российской Федерации встрече. Тем более, что встреча имеет возможность еще раз друг на друга посмотреть властям на своих замечательных врачей, на своих замечательных семьям, семьям посмотреть на своих замечательных детей, которые появились благодаря нашим замечательным докторам. Румия Сидорова – врач и анатолог высшей категории. Женщина работает в областном роддоме с 1997 года. Семья она единственная, кто связала жизнь с медициной. Румия рассказала, что детским врачом мечтала стать с детства и спустя годы о своем выборе профессии ни на минуту не пожалела. Доктор должен быть добрым, отзывчивым. Но первое качество – это, наверное, любовь к детям. Это самая главная наша черта. Но все остальное – это знание, опыт, умение приходит с возрастом. Юлия Кудрявцева – мама троек сыновей. Самому младшему Илюше сейчас два с половиной года. И мало кто знает, что он родился раньше срока. Илья – поздний ребенок, поэтому проблемы были с самого начала беременности, признается Юлия. Однако поддержка родных, собственная воля, а также профессионализм врачей дали супругам шанс стать многодетной семьей. У нас очень замечательные врачи. С самого начала мне помогли эту беременность сохранить, выносить и благополучно родить. Начиная с перинатального центра нашего Заволжского района и продолжая в областной больнице на сохранении, где я лежала, и там же в роддоме. К слову, в роддоме Ульяновской областной больницы за последние два года помогли больше 1700 новорожденным. Из них 100 были недоношенными, а 32 малыша с врожденными пороками развития. Ринат Алиулова, Руслан Баталов, Новости Уллправды ТВ. На заводе по производству кормов для животных компании «Марс» открылся новый цех. Служит он не для производства новой продукции, а для очистки воды, которую используют на предприятии. Как новая установка повлияет на экологическую обстановку в регионе и чего хочет добиться губернатор Сергей Морозов в материале Виктории Черковой. Бизнес с заботой о природе. На фабрике по производству кормов для животных компании «Марс» построили очистные сооружения полного цикла. В новом павильоне перерабатывается техническая вода, которая используется в производстве. После фильтрации она готова вернуться в почву, не навредив экологии. Инвесторы вложили в строительство очистного центра более 400 миллионов рублей. Руководство компании «Марс» не собирается сбавлять обороты. Подобное сооружение уже функционирует и в других городах. Да, на всех предприятиях компании «Марс» они сейчас либо модернизируются, либо строятся. Вот в прошлом году мы открывали это в Подмосковье, мы уже модернизировали очистные сооружения в Новосибирске. Уже в этом году систему фильтрации обновят и достроят на всех предприятиях компании. Церемония открытия ульяновского сооружения прошла в торжественной обстановке. Губернатор Сергей Морозов перерезал красную ленточку и осмотрел новый цех. Затем глава региона обратился к представителям крупного и среднего бизнеса с экологическим посланием. Не сгубить землю и не остановиться в промышленном развитии. Сергей Морозов знает, что надо делать, чтобы природа и индустриал жили в гармонии. Необходимо внедрять наилучшие технологии, которые позволят добиваться существенного сокращения выбросов и сбросов в воздух, воду и почву. Серьезно заняться вопросами управления отходами, включая повторно использование в восстановлении, переработку и утилизацию мусора. Быть готовым к аварийным и другим нештатным ситуациям и уметь нести ответственность за такие ситуации. Экологи задания получили. Некоторые наметки у специалистов уже имеются. Чтобы строить безопасные предприятия, можно подучиться у иностранных коллег. В Китае, когда были на китайских заводах, там каждая точка производственного процесса через телеметрию передает на основной пульт и температуру, и загрязнение, и выбросы. В общем, все параметры с газовоздушной смеси передаются. Поэтому при любом отклонении тут же оператор, технолог может привести все это в норму. То есть это вот то, к чему должны стремиться, и вот о чем говорил Владимир Владимирович Путин. Также фабрикантам и владельцам заводов необходимо разработать проект санитарно-защитных зон. Дело в том, что для каждого вида предприятий составлены соответствующие сампины, которые регламентируют метраж территории от 50 метров до километра. Согласно 222-му постановлению правительства 2018 года, более продвинутые фабрики и заводы должны сократить санитарные земли. Безопасные и бережные к окружающей среде производства таким образом могут освободить не один гектар необходимой площади для строительства новых микрорайонов. Виктория Черкова, Юрий Конихин, Новости, Управда ТВ. Окончательное решение об увольнении опальной чиновницы должен принять глава Димитровграда. Так сказала заместитель Богдана Павленко Людмила Шишкина. Ситуация с увольнением руководителя управления по реализации социальных программ получила новый виток развития. Напомним, в конце декабря 2019 года в Димитровграде разразился большой околополитический скандал. После митинга бюджетников, на котором в числе выступающих была и Наталья Павлова, чиновница сначала получила служебную записку от непосредственного начальника Шишкиной с требованием объяснить свое участие в общественном мероприятии. А чуть позже последовал приказ об увольнении Павловой. В поддержку руководителя выступили многие димитровградцы. Чтобы мы начали реальный диалог. Не монолог властей и не указания какие-то. А вот чтобы гражданское общество, социальная сфера и руководство города село за стол в переговоры. Именно с этого выступления Натальи Павловой началась история с увольнением чиновницы, которая осмелилась заявить о несогласии с политикой местных властей 25 декабря во время санкционированного митинга в поддержку работников бюджетной сферы. 27 декабря в сети появляется служебная записка с требованием к Павловой объяснить участие в митинге, где в числе прочего звучали и призывы отправить в отставку заместителя главы города Людмилу Шишкину. 30 декабря становится известно, что Шишкина Павлову увольняет по инициативе работодателя без каких-либо пояснений. За вольнодумицу тут же вступились коллеги, знакомые, бывшие депутаты Гордумы. Это очень некрасиво, это непорядочно. Неужели в нашей стране действительно возвращаются времена, когда инакомыслие, когда, скажем так, просто свои воли и изъявления воспринимаются как какой-то, ну, противовес, что ли. Общественный резонанс, который получила эта ситуация, сыграл свою роль. 11 января стало известно об отмене распоряжения об увольнении, а 17 января в кабинете заместителя главы города и непосредственной начальницы Натальи Павловой Людмилы Шишкиной в присутствии журналистов состояла встреча двух сторон. Назвать этот разговор продуктивным диалогом, скорее всего, нельзя. Но основные моменты понятны. То, что общественность и сама Павлова восприняли как ущемление гражданских прав и политические репрессии, Людмила Шишкина оправдала заботой о сохранении информации внутри структуры. У нас существует корпоративная этика и любой документ, который обязан выпустить руководитель, если это нужно, и любой ответ, на который обязан ответить подчиненный, он не должен выходить за пределы администрации города. И вообще, если это корпоративная этика любого предприятия. Как утверждает Шишкина, участие в митинге и вброс служебной записки в социальной сети никоим образом не стали причиной для увольнения Павловой. Участия? Да. Я абсолютно нет. Наталья Витальевна права, что каждый имеет свою точку зрения, может высказаться. И она говорит о том, что она это делала в нерабочее время. Но ведь приказ об увольнении был. Отмена его тоже. Но ощущение временности данной меры почему-то не проходит. Причина увольнения тогда какова? Есть какие-то моменты именно в рабочем отношении? А в этом нужно спросить руководителя. А непосредственный руководитель Натальи? Ну, я являюсь непосредственным руководителем. Но есть глава города. Означает ли это, что Павлова все же будет уволена? Или наоборот, что продолжит работать даже в измененной структуре администрации города? Ответа на этот вопрос мы не услышали. Откровенно говоря, очень трудно оценить нынешнюю встречу, потому что окончательного понимания у меня не сложилось. То есть да, мы работаем, мы умеем, можем и пытаемся делать это профессионально и качественно. Но опять же получается, что коль скоро нету никаких претензий к моей деятельности, почему что когда 30-го под елку мне сделали такой великолепный подарок в качестве увольнения. Вот этого ответа я на этот вопрос не услышала. И, соответственно, у меня есть некие опасения, что это все-таки имеет, наверное, какую-то политическую подоплеку. В политической подоплеке ситуации не сомневаются и те, кто очень хорошо знает Павлову именно по ее трудовым обязанностям. Наталья Викторовна довольно-таки квалифицированный специалист, уважаемый человек. Она всегда готова прийти на помощь, невзирая ни на партию, невзирая на национальность или какие-то другие признаки. Мы считаем, партия «Единая Россия» считает, что данное действие незаконно. Мы будем отстаивать интересы Натальи Викторовны. Наталья Васильева, Татьяна Елисеева, Виталий Немов. Специально для Улправда ТВ. 10 направлений, 9 миллиардов рублей и 12 месяцев на выполнение стратегически важных задач. В Ульяновской области подвели итоги по реализации нацпроектов. Какие программы прижились и оказались наиболее успешными, а где до сих пор остаются проблемы? На совещании побывал и наш корреспондент. Почти 87. Таков процент выполнения показателей национальных проектов в Ульяновской области за 2019 год. В регионе подвели итоги реализации стратегических задач. Заседание Президиума Совета по реформам, национальным и приоритетным программам при губернаторе, состоялось на этот раз в новеньком лицее номер 101. Сергей Иванович уже говорил о том, какой у нас уровень кассового исполнения. Правда, мы с Минфином несколько разошлись в оценках. У нас Минфин 27,7 показывает, да? У нас чуть меньше получилось, но это пока предварительно на итоге. Тем не менее, много это или мало? Значит, это достаточно высокий показатель, если мы будем сравнивать себя с регионами России. Одни из самых лучших результатов по всем показателям в регионе по национальному проекту «Культура». Так, в 2019 году построены два сельских ДК. Создан виртуальный концертный зал в Димитровграде, открыты 20 модельных библиотек. В 2020 году, как заверяет министр, в регионе темпы не упадут. Дома «Культура» обретут жители села Никольска на Черемшане, Меликеского и Красный Яр Чердоклинского районов. В регионе заработают еще три библиотеки нового типа за 20 миллионов рублей. 650 миллионов пойдет на строительство школ искусств Димитровграде. В контексте послания президента Российской Федерации из выделенных 8 миллиардов рублей на оснащение детских школ искусств музыкальными инструментами начинаем принимать участие в этой программе. Это для нас будет первый год. Мы получим на более чем 17 миллионов рублей из федерального бюджета плюс 3 миллиона софинансирования. Мы получим музыкальные инструменты и оснастим 4 образовательные организации. Весьма надеживающие результаты в части нацпроекта образования. Для 1100 детишек построили новую школу в микрорайоне «Искра» – тот самый 101-й лицей. На базе 29 школ открыты точки роста. Это сеть федеральных центров просвещения цифрового и гуманитарного профиля. Они нацелены на освоение школьниками новых компетенций за счет современных технологий и разработок. Так во время учебного процесса центры образования выводят на совершенно новый уровень преподавания и освоение таких предметов, как информатика, технология и ОБЖ. Общий объем средств, который был направлен на строительство и оснащение школы оборудования из бюджетов разных уровней – почти 1 миллиард рублей. Или конкретно 933,5 миллиона рублей. В том числе 178 миллионов рублей на оснащение лицей оборудования. Работа по 9 направлениям велась по нацпроекту здравоохранения. В новом формате с капремонтом, открытой регистратурой и колл-центром заработали 12 детских поликлиник. За год построены 5 ФАПов и один офис врача общей практики. Цель 2020 года – продолжить модернизацию первичного медицинского звена. В регионе подготовлен большой проект по реформированию поликлиник, районных больниц, фельдшерско-акушерских пунктов и амбулатории. Всего в него включены более 80 медицинских объектов первичного звена, где проведут ремонт, а также закупят свыше 400 единиц оборудования. Однако главной проблемой до сих пор остается – высокая смертность от инсультов и инфарктов. К сожалению, по этим двум направлениям многое предстоит еще сделать. Мы приняли ряд организационных мер, организационных штатных решений в течение этого года, потому что показатели, к сожалению, достигаются достаточно сложно. Но мы надеемся, что когда мы выйдем на стабильную работу и включим в работу новое оборудование, здесь подвижки будут более значительные. Несмотря на хорошие результаты по многим позициям, Сергей Морозов раскритиковал работу руководителей рабочих групп Совета региональных местных властей и сообществ, губернатор отметил, что часто видят формальные отписки вместо реальной работы, которую зачастую не ощущают люди. Нужен постоянный диалог с населением, подчеркивает губернатор. А за неуполнение показателей нацпроектов должна наступать уголовная ответственность, добавляет он. Мы не имеем морального права халтурить, прикрываться пустыми словами, популизмом заменять свою несостоятельность и некомпетентность. Нельзя работать для людей, не советовать с ними и тем более не включая их в работу. Власть обязана знать, власть обязана понимать, власть обязана помогать решать проблемы конкретного человека. Поддержите его в трудный момент, отвечайте за свои слова, контролировать принятое решение. В 2019 году на реализацию нацпроектов региону выделили чуть больше 9 миллиардов рублей. Уже в этом году финансирование увеличивается почти на 4 миллиарда. Регион подключается к работе по выполнению задач еще одного национального проекта, связанного с производительностью труда. Ринат Альулова, Руслан Баталов, Новости Уллправды ТВ. Площадь из мраморной плитки и фасады в едином стиле. В Ульяновске благоустроят территорию вокруг Спасского женского монастыря. Сергей Морозов с митрополитом Симбирским и Новоспасским Иосифом осмотрели ход восстановления монастыря, а также обсудили проект по облагораживанию прилегающих центральных улиц. Подробности в сюжете. Спасский женский монастырь в центре Ульяновска был построен в начале 17 века и на протяжении сотен лет был мощным духовным центром. В 1920 году монастырь закрыли с подачи властей. Его восстановление началось в 2017 году на историческом месте, на улице Дворцовая. В октябре 2019 года было освещено место по строительству и работа закипела. Сейчас завершается внутренняя отделка надвратного храма монастыря и роспись колокольни. Ход работ осмотрел Сергей Морозов, а затем провел совещание с участием духовенства. В первую очередь губернатор отметил транспортную доступность строящегося объекта, чтобы любой прихожанин мог без проблем добраться до храма. Центр такой достаточно перегружен. Общественный транспорт, чтобы не получилось так, что у нас сейчас-то здесь невозможно толком проехать, а так вообще все встанет. Поэтому нам надо еще раз внимательно посмотреть по парковщикам. На заседании Сергея Морозову представили эскизный проект по благоустройству территории вокруг монастыря и прилегающих улиц. Главный акцент в проекте планируется сделать на оригинальном озеленении и современной инфраструктуре. Площадь перед храмом подрядчик выложат из мраморной плитки, остальную территорию заасфальтируют. Фасады зданий сделают в едином стиле, цветовой гамме, а лишние электропровода и рекламу уберут. Благоустройством предполагается приведение в порядок всех фасадов и тротуаров проезжей части. Пешеходные все тротуары должны быть без бордюров, чтобы было удобно ходить и пожилым, и родителям с детьми, и детям. Там расширяются тротуары вдоль Версаля, вдоль ДК губернаторского, вдоль первой школы, там где сквер, там дополняется торшерное освещение. Глава региона дал поручение утрясти все имеющиеся технические вопросы по проекту до 16 марта, а затем по итогам провести повторную встречу с духовенством. Митрополит Симбирский Новоспасский Иосиф отметил, что сегодня поддержка губернатора в опросах по восстановлению религиозных объектов на территории региона бесценна. Мы довольно часто собираемся здесь и обсуждаем различные проблемы, стоящие в связи с возрождением храма. Эти совещания проходят под председательством губернатора нашей области Сергея Ивановича Морозова. И вот общими усилиями у нас дело идет к завершению. Я думаю, это будет хороший такой радостный праздник. В этом году церковь отметит 100 лет со дня закрытия обители богоборческими властями. Поэтому символично, что 5 апреля планируется осветить надвратный храм в честь всех святых в земле Симбирской просиявших. Наталья Чумаченко, Александр Кудряшов. Новости Улправда ТВ. Внеочередная конференция областной федерации борьбы грозила стать битвой двух претендентов на пост руководителя этой спортивной организации. Однако один из конкурентов, мастер спорта международного класса Назир Шамсуддинов, выиграл эту схватку с заявным преимуществом, уложив на лопатки ветерана региональной борьбы Артура Кшановского. В карьере мастера спорта международного класса Назира Шамсудинова такого жаркого поединка еще не было. Сражаться за кресло руководителя региональной федерации спортивной борьбы ему пришлось в том числе и в суде. Его оппонент Артур Кшановский, ветеран ульяновской борьбы. Их противостояние и разделило федерацию на два лагеря. Полгода ульяновская борьба жила не борьбой, а интригами. Когда вот идут выяснения и все остальное, о результатах, мне кажется, придется, не приходится говорить. Напомним, чуть больше года назад Артур Кшановский был избран председателем областной федерации спортивной борьбы. Но через некоторое время недовольные работой нового руководителя, спортсмены и тренеры вернули на этот пост Назира Шамсудинова. Не согласный с истогами голосования, Кшановский обратился в суд, который, в свою очередь, решение проблемы отдал на откуп общественности. Нет предмета спора, есть разные точки зрения, но никто людям не мешает доказывать свою правоту делами, а не словами, тем более по таким поводам обращения в суд. Эти вопросы должны решаться внутри этой общественной организации без выноса вовне. Вынеся ссор из избы, Кшановский, по сути, лишился большей части своих сторонников. И новое голосование за кандидатуру руководителя региональной федерации борьбы проиграл, говоря борцовским языком, на туше. Чтобы посчитать количество поддержавших Кшановского, хватило пальцев одной руки. Чтобы посчитать отданные голоса за Шамсудинова, счетной комиссии пришлось воспользоваться калькулятором. Противоречия были, есть и будут, но самое главное, если борцы обладают уважением, то все у них получится, все будет хорошо. Надо очень уважительно относиться к мнению большинства, если ты считаешь себя членом команды. Поэтому работа будет идти с новыми силами, люди все поверили. Если раньше было, как говорится, на другой стороне барьера 47 человек, а теперь их только 4. Несмотря на все распри и конфликты, сотрясавшие борцовскую федерацию последние полгода, участники конференции дали удовлетворительную оценку работы Совета Федерации спортивной борьбы за минувший 2019-й. Кроме того, вновь избранный председатель Назир Шамсудинов дал понять, что готов конструктивно работать абсолютно со всеми. И теми, кто его поддержал, и теми, кто был в другом лагере. Главное для него вернуть борьбе былую популярность у ульяновских мальчишек. Мы будем думать и о духовно-нравственном воспитании мальчика, и о здоровье, и его образовании, и о спортивных результатах. Я думаю, все-таки это будет как гармоничная составляющая. За год упорядочить работу федерации, за пять лет прийти к высокому спортивному результату – таковы планы Назира Шамсудинова. И в этом его поддержали подавляющее число представителей региональной федерации борьбы. Той самой, что в далеком 1976 году дала ульяновской области первого олимпийского чемпиона. Михаил Сашанский, новость ульяновской правды. Школа должна быть не только умной, но и душевной. Наша съемочная группа познакомилась с двумя учебными заведениями Старомаинского района. Чем удивили в Шмелевке и чему учат в воскресной школе при Богоявленском храме – узнаете в материале нашего корреспондента. Одной наукой сыт не будешь. В Старомаинском районе к образованию детей подходят основательно. Наша съемочная группа посетила местные школы, начали с села Шмелевка. В этом году в Матвеевской школе учится 76 учеников и работает 27 преподавателей. С виду это учреждение похоже на все остальные. Здания, постройки 60-х годов, типовые классы и коридоры. Но есть в этой школе одна интересная достопримечательность – музей, созданный директором Ольгой Ловчевой. Экспозиция радует посетителей с 2005 года. Его не назовешь народным творчеством, музей народного творчества. Не назовешь просто исторические странички. Это музей истории нашего села. В первом зале расположились детские поделки и образцы школьной формы разных времен. С ними соседствуют арт-объекты на православную тему. Второй посвящен воинской славе. В экспозиции письма и фотографии земляков участников Великой Отечественной войны. Есть также каска и патрон от снаряда, привезенный с раскопок. Третий зал поражает своим колоритом. Экспозиция состоит из уникальных предметов сельского быта прошлых веков. Антикварной мебели, прялок, посуды и светильников. Все предметы Ольга Борисовна собирала сама. Большинство из них она привезла из отчего дома. Некоторые подарил ее коллега. Прохорова Галина Юрьевна, которая умница из умниц по этому поводу. Она и детей готовит к концертам. Вот сейчас мы готовимся к рождественским встречам. 21 января у нас будут рождественские встречи. Мы всех приглашаем на это мероприятие. Из Шмелевки в рабочий поселок Старая Майна. После светского учебного заведения мы отправились в Богоевленский храм. На территории святыни есть воскресная школа, в которой маленьких сельчан учат добру. Занятия проводят местные преподаватели и духовные деятели. На базе школ нашей воскресной Спасенка проходят мероприятия о роли воспитания и цели воспитания молодежи. Где наши воспитанники, преподаватели и родители будут участвовать в этом благом деле. В Старомайнском районе чтут традиции и стараются разносторонне развивать детей. Всего в муниципалитете есть 12 общеобразовательных школ и 24 библиотеки. Также в домах культуры работают творческие кружки и спортивные секции. Виктория Черкова, Данил Сурков. Новости Уллправда ТВ. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на телеканале Уллправда ТВ по будням 18.30, 20.30 и 22.30. А также на информационном портале ulpravda.ru 18.50. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин